Дорогие друзья, сегодня у вас в гостях Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Перед занавесем четыре традиционных персонажа итальянской комедии Масок. Представление сказки Карла Гоци, принцесса Турантот, начинается! Позвольте представиться! Дорогие друзья, Тарталья, сегодня я буду играть роль великого канцлера при дворе его величества императора Альтоума. Николай Гриценко. Панталоны, буду играть роль секретаря его величества императора Альтоума. Юрий Яковлев. Пределов, буду играть роль начальника придворной стрессы. Михаил Ульянов. Труподино, буду играть роль начальника девнуха Карема-принцессы Турантот. Эрнест Зорин. Парад! На просцениуме появляются все участники спектакля. Женщина в бальных туалетах, мужчина во фраках. Это естественно, ведь сегодняшняя наша встреча праздник для нас. И нам хотелось бы, чтобы вы почувствовали это. Беру на себя смелость представить вам всех исполнителей сегодняшнего спектакля. Роль принцессы Турантот исполняет Борисова Юлия. Роль Калафа, князя ногайских татар Астраханского, исполняет Лановой Вася. Да знаете, не просто Вася, а Вася Высочество. Роль рабыня Дельмы, татарской княжи, соперницы принцессы Турантот, исполняет Максакова Людмила. Роль Зелимы, подруги принцессы Турантот, исполняет Райкина Катя. Обе, ну, никакого отношения к своим родителям не имеют и двигаются по нашей сцене своим ходом. Ответственнейшую и, в общем, очень намекла клавиатурную роль самого настоящего императора Альтома исполняет Дадыка Миша. В русском языке только три слова оканчиваются на «ка». Это «заика», «кулипяка» и «дадыка». Роль Тимура, хана Астраханского, отца Калафа, исполняет Кацинский Толя. Роль Бараха, воспитателя Калафа, он же Гасан, исполняет Дунц Харри. Роль Скирины, матери Зелимы, исполняет нехлопоченко Нина Аполлоновна. Нина является родной дочерью, как вы сами догадались, самого настоящего Аполлона. Роль Измаила, друга одного из казненных женихов, принцессы Турандот, исполняет Федоров Евгений Евгеньевич. Это тот самый Федоров, который в прошлом году играл ту же самую роль. Остальные актрисы исполняют роли рабы, принцессы Турандот. Но это, конечно, всё угнетённый класс. Остальные артисты исполняют роли мудрецов дивана. Вот они у нас какие. Вот видите, во фраках, в крахмальных рубашечках с бантиками. Это всё, конечно, научные работники. Спектакль поставлен в 1922 году Евгением Багратиончем Вахтанговым. Декорации Игнатия Невинского и Виноградова, музыка Сизова и Козловского. Спектакль восстановлен Рубеном Николаевичем Симоновым. Оркестрик у нас небольшой и, в общем, никакого отношения к музыке не имеет. Я окончил, и вот мы начинаем. Взвивается занавес. Актёры начинают переодевание. Взлетает в воздух разноцветные лёгкие ткани и, опускаясь на плечи актёров, становятся костюмами. Мы превращаем обыкновенный шарф в траурный плащ Адельмы, соломенную крозину для фруктов в старинную шляпу, украшающую голову мудреца. Скатерть становится одеанем хана Тимура. И мы верим, что это так. Нам помогает сила нашего воображения. Ведь без него не может быть театра. Маэстро, мы готовы! Вот мы начинаем Нашей песенкой простой В царство сказки превращаем Мы сейчас в помост крутой Все мы в этой сказке Ваши слуги и друзья Среди нас четыре маски Это я! 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 Санавес расстроен И в этой гремит репля Мы покажем, как героя появились Я! Я! Вот мы начинаем Нашей песенкой простой В царство сказки превращаем Мы сейчас в помост крутой Актеры покидают сцену Простите Это шутка нашего оркестра Ну вот Мы не вправе были отказать им в этом А теперь представьте себе Улицу сказочного восточного города Появляется барах Прежде всего он кланяется зрителям Так будут делать все А вот и принц Калов Как он прекрасен Фрак Белый тюрбан Небрежно наброшенный На плечи короткий плащ Принц слютует шпагой Зрительному залу Хвала богам Судили здесь В столице Мне душу добрую найти Что вижу я Мой князь Калов Возможно льжи и пища Барах Мой князь Мой господин Тебя ли я вижу Увидеть вас в живых И здесь Молчи Не выдавай меня Но как ты сам попал сюда Уберением самих богов Я думаю Коль с вами здесь Мне встретиться пришлось Садись Говори Когда под Астраханью Я нашел разбитым Все наше войско И татар Ногайских Я увидал Бегущими В расстройстве Под натиском Хивинского тирана Который Так жестоко Обладел Всем нашим царством Некогда богатым Я скрылся в Астрахань Страдая от тоски и ран И там узнал Что царь Тимур Родитель ваш И вы, мой князь Вы оба пали в бою Тогда Рыдая Побежал я во дворец Чтобы спасти Эльмазу Несчастную родительницу вашу Но было поздно В город беззащитный Уже входил неистовый султан С войсками И мне пришлось бежать из города Шесть месяцев я шел И, наконец, пришел сюда Переодетый персом С именем Гасана Здесь случай свел меня С одной вдовой Несчастной Беззащитной Помочь ей удалось Продав часть драгоценностей Что захватил с собой Она мне нравилась Была мне благодарна И сделалась теперь Моей женой Она меня считает еще персом Зовет меня не барах А Гасан В сравнении с былым Мой жребий жалок Но в этот миг Богач я и счастливец Тимура Хана сын Питомец мой Сам князь Калафа Плаканный как мертвый Здесь предо мной Живой Ну как вы живы Как очутились здесь Не называй по имени меня Садись Говори Когда сражение Проигранно под Астраханью было И царства мы лишились Во дворец я поспешил с отцом Мы там собрали Что подруга попалась Из сокровищ И вместе с матерью моей Бежали Но жив ли он еще и ханша Живый Ох, хвала бога Мы кое-как дошли до Харасана И там в садах у хана Кайкобада Я за работу черную взялся Чтоб с голоду не умереть Однажды меня увидела княжна Адельма И чувство в ней проснулось К чужестранцу Нежней, чем бывает сострадание Разбит был Кайкобад И уничтожен весь род его Утоплена Адельма И семь сестер ее А мы Бежали Скитались с долгом И наконец пришли в Берлу Там заработком скудным носильщика Кормил четыре года я Мать с отцом Не продолжайте, князь Теперь пора забыть все те невзгоды Вас в одеянии богатом вижу Так значит, счастье вам улыбнулось О, да, оно мне улыбнулось Слушай У хана улетел любимый кречет Его поймать мне удалось Я птицу доставил хану сам И он спросил, кто я таков Ему себя я выдал за бедняка-носильщика Который отца и мать трудом тяжелым кормит Он их велел принять в приют для бедных О, боги! Да-да, барах, твой хан Тимур и ханша В приюте нищеты Но слушай дальше Мне кошелек Вот этот хан вручил Дал мне коня, оружие и одежду И я с отцом и матерью простился И вот В столице я Не узнанный никем За сотни миль от родины далекой Я поступить солдатом в войско хана Здешнего хочу Хочу быть гордым Не знаю я какое торжество Причиной наплыву чужестранцев Я в караван-сарай попасть не мог Все занято В той хижине убогой Дала приют мне женщина одна О, моя жена! Ужель Скажи спасибо своей судьбе За добрую жену Теперь прощай Я в город направляюсь Хочу взглянуть Какое торжество Причиной наплыва чужестранцев Остановитесь, князь! Ужель вы в силах Свидетелем быть ужасов таких? Мой благородный князь Город этот Арена кровавых дел Кровавых дел? Не понимаю Ужель вы не слыхали, что Турандот, принцесса, дочь Единственная хана Повергла в скорби слезы Всю страну? Да, кое-что слыхал я в Харасане Народ болтал, что князь Сын Кайкобада погиб у вас в столице Странной смертью Что от того война его сгорелась Которая сгубила Кайкобада Но мало ли что народ болтает глупый Я от тебя рассказа жду Принцесса Прославилась умом и красотой Которую не в силах описать художники Ни кистью, ни резцом Хотя ее изображений сотни К несчастью такое отвращение И к замужеству она питает Что князья знатнейшие И даже ханы Тщет на руки ее искали Слыхал это я И посмеялся над сказкою нелепой Я слышал, что отца издать указ Она просила Которым свататься к ней разрешала С всем ханам и князьям С одним, однако, лишь условием В присутствии дивана Придворных всех и хана самого Три должен отгадать жених загадки Которые предложит Турандот И если жениху удастся Этот вместе с Турандот Получит трон А если нет, его казнят И клятвую скрепить указ отца Она просила Тогда скажи конец мне этой сказки Хотел бы я, чтобы это сказкой было Я не могу тебе не верить Значит, такой закон был издан Но безумцев ведь не нашлось Чтоб головой играть Сгляните, князь Вот головы несчастных Казненных смельчаков Ужасный вид Находятся ж глупцы Что головы свои сложить готовы Любви чудовища такого ради Не говорите так Увидеть стоит лишь кому-нибудь Ее изображение повсюду Есть они, как он всецелого Власти чар волшебной красоты И глух, и слеп к опасностям Идет на все Чтоб ею овладеть Одни глупцы Нет, нет Сегодня вот Должны казнить из Самарканда князя Умней его не видел свет Сам хан в отчаянии А Турандот не тронуть Вы слышали, мой князь То казнь уже свершилась Чтоб зрелища ужасного Избегнуть Я и ушел из города Ужасно, неслыханно И как могла природа Такую женщину создать Моя жена имеет дочь Прислужницу всырали О госпоже ее жестокой Мы многое слыхали И дивились Да будь я хан Я сжег бы эту ведьму Вот князя, друг Несчастный Измаил Измаил в горе Что не мешает ему любезно поклониться публике Несчастный 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 Зачем удар смертельный Несчастный Не на мою полголу Как же вы могли ему позволить На гибель верную идти Ужель я заслужил упрек такой О боги Остерегал, молил и заклинал Не знал его, как долг и дружба мне велели, Не внял он мне, и рок его увлек. Успокойся, будь философом. Он умер, и я был тут при нем. Последний миг прижал к губам, И поцелуями осыпал страстно проклятое ее изображение, Затем склонил колени. И свершилось проклятое сто крат изображение, Лежи в пыли! О, если бы с тобою я растоптать мог ее! Нет, не могу я в Самарканд вернуться, В пустыню скроюсь я от глаз людских, Оплакивать возлюбленного князя! Вы слышали, мой князь? Я в изумлении, в смятении, в ужасе, Как может бездушное изображение так очаровывать? Мой князь, о боге, что делаете вы? Изображение хочу поднять с земли, Хочу взглянуть на эту красоту, что смертью дышит. Нельзя позволить вам! Успокойся! Да сильно становился я женской прелести рабом, Тем более в одно мгновение. Так неужели же бездушные черты Сильней быть могут, чем красота живая? Успокойся не до игры любовной мне теперь! И все ж, мой князь, остерегитесь! Довольно же, барах! Меня ты оскорбляешь! Аллов поднимает портрет! Барах! Послушай! Барах! Не может быть, чтобы этот дивный небесный лик, Лучистый кроткий взор и нежные черты Принадлежали бы чудовищу без сердца, без души! Несчастный князь! Бросьте! Проклятый этот образ! Напрасно все! Напрасно речи тратишь! Небесный лик, Зовущий уста, Глаза, как у самой любви богини! Барах, послушай! Теперь или никогда Пора настало мне испытать судьбу, К чему влачить такую жизнь? Нет! Или одним ударом завоевать Прекраснейшую в свете И с нею трон! Или покончить разом С презренной и ненавистной жизнью! Барах! Ведь прежде чем умру, Увижу воочию я этот дивный небесный лик! О, взгляните, князь Калаб! Вот голова несчастнейшего князя! Глядит на вас и вас остерегает! Бедный мальчик! Какой же темный дух непобедима Меня влечет во след на гибель! Не надо слез, Барах! Ильня, плакал ты меня давно, Как мертвого ступай! И никому не выдай, кто я! Прощай! Нет ни за что! Жена, ко мне! Скорей на помощь! Мой гость несчастный идти отгадывать загадки хочет! Погибнет он! Так это вы, мой гость! Ну что же вас, любезный юноша, толкай в руки смерти! Портрет красавицы! Ну кто же мог вам дать портрет ее ужасный? Чистый случай! Гасан! И вы, Скирина, мой конь и кошелек на вашем попеченье! Ничем другим в убогой нищете я выразить вам чувства не сумею! И если вам не жаль, отдайте часть из этих денег на святые жертвы богам небесным! И на помощь бедным! Пусть за несчастного помолятся они! Прощайте! Мой князь! Мой господин! Твой господин? Так этот юноша тебе знаком! Скажи, кто он? Не любопытствуй! Не только это золото! Я все отдать готова за бедняжку на добрые дела! К тому же он прекрасен! Благородный человек! Высокого рождения! Дорог он и мужу моему! Пусть так и будет! Ай! Три сотни кур и столько жреб причных К великому снесу бергенгузину! А в жертву гением! Ай! Кордин овощей и риса! Да будет благосклонен к пальбам жрецов! В следующий конкурсный! Появляется Бригелла! Начальник королевской стражи! Эй! Слуги! А вот и слуги Просцениума Цани! О, это всемогущие люди! Они могут мгновенно перенести нас из одного места в другое! В любое, куда хотите! Короче, они на наших глазах переставляют декорации! Слуги! Слуги! Превратите улицу в зал для заседаний! Здесь поставьте трон для императора Альтоума! А здесь для принцессы Турандот! И смотрите, чтоб мебель была импортная! Здесь будут чудеси рабыни! Здесь мудрецы дивана! Ну, для них мебель можно попроще! Эй! Так... За навеску! Влетает перепуганный Труфальдино! Бригелла! Ну, что? Ужас! Ужас Бригелла! Попрошу меня не пугать! Почему такое обобщение ужас? Отдельные недостатки у нас есть! Что ты тут, понимаешь, бегаешь, панику разводишь? Бригелла, народ взволнован. Да ерунда, Трофальдино, народ безмолвствует. Мы еще в школе проходили. Нет, Бригелла, на сей раз народ требует. Но чего он требует? Чего ему не хватает еще? Брака, брака, брака. Брось ты, брака у нас из своего достаточно. Ну, Бригелл, он требует брака совсем в другом смысле. Какого? Ну, в смысле, я другому отдана и никаких хвостей. А при чем тут гвозди? Ой, ну как бы тебе объяснить? О, вот, например, твоя мама. А при чем тут моя мама? Слушай, ты можешь меня не перебивать? Твоя мама наверняка была замужем. Если бы твоя мама не была замужем, тебя бы не было. Да моя мама не была замужем, а я есть. А как ты ухитрился? А, синтетически, из смолы. Ага, это заметно. Ну, я не понял, ну, что ты мне хотел сказать? Я тебе хотел сказать, что прибыл новый принц и требует руки и сердца принцессы Турандот. Вот, и все. А что, мама? Эх, ты бы оборочил голову. У нас гораздо интереснее новость. Ты знаешь, что мы сегодня играем спектакль принцессы Турандот в 1265-й раз, да еще на радио. 1265 спектаклей, да еще на радио. 1265, как отдать его во всех лично, играл я. Ага, не может быть. А я тебе говорю, играл. Нет, а я тебе говорю, играл. Слушай, а когда же ты успеваешь сниматься в кино? В антрактах. А кого ты играл? Ну, Господи, Боже мой, я все-таки как-никак начальник придворной стражи, так сказать, номенклатурное лицо. Я, конечно, играл главные роли. Нет, 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 ты мне ответил вопрос. Какие роли ты играл в кино? Да ты в кино-то ходишь? Ну, хожу. Ну, что-нибудь, смотришь? Иногда смотрю. Смотришь? Да. Ну, а теперь посмотри на меня, и ты сразу узнаешь, кого я играл. Ага. Софи Лорен. Точно. Слушай, а небось тебе трудно было входить в образ Софи Лорен. Да ерунда, мне что войти в образ, что выйти, это раз плюнуть. Я иной раз в ней по пять хожу, перевоплотемшись и ничего. Ха-ха-ха-ха. А Софи Лорен, женщина. Лобкой я тебя подловил. Да я же не говорю, что я ее играл. Я с ней играл. А-а-а. Бригелла в строянии. Брак по-итальянски. Ты видел? Нет, к сожалению, не пришлось. Слушай, Бригелла, а о чем это? Ну, Господи, может быть, там о браке по-итальянски. Не о нашем браке, не о нашем, а о браке по-итальянски. А Софи Лорен играет там роль такой простой, такой трудовой женщины. Понятно, понятно. Подожди, а общая идея какая? Общая идея очень глубокая. Нет плохих профессий. Главное, добросовестно относиться к своему труду. Главное, добросовестно относиться к своему труду. Тем временем, слуги превратили улицу в зал для заседаний. Появляются мудрецы. Очень серьезные. Очень важные. На их лицах выражение сосредоточенности. Они в заботе о благе государства. Ну, потому они мудрецы, что много думают. А говорить им тут не разрешается. Только думать. А вот и его величество, император Альтоу. Он быстро семенит по направлению к трону. Тартали и панталоны несут шлейф королевской мантии. Впрочем, это не мантия, а обыкновенные портьеры. Но если актер верит, что это королевский наряд, то и мы верим. Да, это настоящая горностаевая мантия. Император водружается на трон. Рядом с ним тартали, панталоны и бригелла. Начинается тронная речь. О, верные мои! Мудрецы чинно кланяются императору. Да коли буду страдать и мучиться? Мудрецы вновь кланяются. Едва один несчастный принц успел расстаться с жизнью, И его кончину оплакал я, как вот другой явился. Новый скорбью мне сжимает грудь. Узлая дочь, рожденная на горе. Что толку проклинать теперь тот час, Когда я дал торжественную клятву великому конфуцию Исполнить мной изданный декрет? Нарушить клятву я не могу. Не, это неудобно будет нарушить клятву. Жестокости дочерней предела нет. И недостатка нет в глупцах упрямых, В дочь мою влюбленных. И некому советом не помочь. Мудрецы качают головами, Разделяю горе своего повелителя. Министры думают. Томительную паузу прерывает панталоны. Панталошечка, по-моему, ты что-то сказал. Я говорю это, а са, 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 са. А я не понял, что ты сказал. Ну так я же старый играю, У меня совсем почти зубов нету, Поэтому ты ничего не понимаешь. Понятно? Понятно. Ну вот тебе говорю, са, 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 са иискутчи. Смело сказал. А главное, вовремя. Ну и действительно, Ваше Величество, Штатов мы с вами пораны, пыныры сдували. А в общем то советам-то помочь некому. Вот. Слышь, старик? А, да, что слушать? Я считаю, что у нас очень большой этот самый диван-кровать. Академик на академике сидит и не академиков выгоняют. Я бы их наполовину сослал в глубинку. Да ты что, Тарталис, с ума сошёл? Да никуда же они из столицы не поедут. Они же все очень любят столичную. Что? Жизнь. Ах, жизнь. Ну да, а я-то думал что-нибудь другое. Не-а. Да, Антоноша, но наше величество, ведь он же очень просил дать ему совет. Ну и что же, вот ты давай совет. А почему это я? А почему это я ему должен давать совет? У меня сегодня голова выходная. Я вчера очень напряжённо умственно работал. Отлыв я его в роли великого канцлера, на вроде этого старого. Один на уйра. Панталошка, ты что же меня так жестоко оскорбляешь, а? Что я тебе такого плохого сделал, а? Ведь я же не говорю, что ты чомба. Кто сказал, бомба? Ты панталона, а? Да уйди ты и бригела отсюда. И вообще, я даже, ваше величество, я даже не знаю, где вот такие, как панталошка, родятся. О, и где родятся? Я же, я же знаешь, где родился? Да. Я же знаешь, где родился? Я же в этой, как её, это, на букву Х. Ну, конечно, симки ховрина. Да ничего, потом два. А может, хорошо во мне внике? Да ну тебе, честное слово. Ну, это, ну как же это, на букву Х, это, господи ты, боже мой, едят тебя мухи с комарами. Ну, это же, ну, во, в этой, в Хавалоренции. Ой, ой, разбешил ты меня, панталошка. Ну, как же ты такое можешь сказать, а? Нет, я бы уж на твоём месте сначала бы уж говорил, а потом уж думал. Ну, как же ты говоришь, что ты родился в там, в какой-то выхлополе. Ведь ты же Рязанский. Да ничего подобного, я совсем из другой деревни. Тарталья, посетили ли вы несчастного искателя? Так, точно, ваше листво посетил и... Не посетил. Так, точно, ваше листво посетил и... Не посетил. Посетил и... Ну, не посетил. Панталошка, ну ты что ж ко мне привязался, а? Ну, ты что ко мне, ведь я же не тебе, а царю доклад делаю. И вообще, панталошка, ты в последнее время очень много об себе стал воображать. Ты, наверное, думаешь, что я умнее тебя. И вот это совсем ещё неизвестно. Это ещё нужно доказать. Так, точно, ваше листво осетил несчастного искателя. Вот что я хотел сказать. Пусть новый принц войдёт сюда. Попробуем его отговорить. А вы, мужи учёные дивана, и вы, министры милые мои, помогите, когда мне горе утомит уста. Да и это мы подмогнём, ваше величество, не сомневайся. Входит принц Скалов. Преклоняет колено пред императорским троном. Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты и чей ты сын? Позволь о том мне умолчать, властитель. Во, сразу и нагрубел. Ну как ты можешь, скрыв своё происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью? Природный принц перед вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, моё рождение, положение и имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я о милости прошу дозволить мне остаться неизвестным. Я эту милость дарую тебе, о храбрые душа, и я тебя о милости прошу. Не заставляй меня твой труп оплакать и ненависти к дочери моей не разжигай в сердцах, а вместе с ней ко мне за то, что я родил её. Ой. Упрямую, пустую, источник горести моих и слёз. Ну не надо, ну не надо, ваше листво, у вас же гипертония. Довольно, Ревиха, потоложка, тихо. Не надо его так принципиально критиковать, не надо. Довольно тебе, идиотка. А ты чего туда-то лезешь? А ты чего пихаешься? Пихать! Вы же трон пошатнули! Я тебя пихать на луку. Ты что его лупцуешь? А ты чего пихаешься? Ты что, не знаешь, кто это сидит? Ведь это же царь! А ты его лупцуешь. А ты вообще царь или не царь? Царь! Ну вот, он же, слышишь, он говорит, что он царь. Ведь ты же у него выколотишь всё царственное. Как же он тогда царством будет управлять? Я считаю, он старенький и пускай немного пахнычет. Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруге, либо пусть пресечётся жизнь. Иль Турандот, иль смерть. Василийство, мы сейчас с Тартальей попробуем этого мальчонку отговорить. Со мной, да? Вот, спасибо тебе, под заложечкой. Василийство, Постерегите, пожалуйста, портфель. Хорошо. А уроки я после сделаю. Иди сюда, Тарталья. Подолож, я, ты, думаю, сказать ему так. Нет, так мне не нравится. Давай мы ему скажем это. Сосис, 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 сосис. А ты знаешь, по-моему, это опасно. Почему? А давай ему скажем просто, но с намёком. Вот так. Сисис, сосис, сосис. Сосис, сосис. Ага. Ну что, это можно, это можно, это можно, но не нужно. Давай мы ему лучше скажем так. Ну, сосис, 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 сосис. Сосис, сосис. Правильно. А что такое КВН? 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 КВН, это клуб весёлых и назойливых. Ну, значит, первая загадочка будет такая. Почему верблюд не ест ваты? Да. Вот никогда никто не догадается, и ты, потоложка, и ты, бригелка. Почему верблюд не ест вату? Да. Почему? А я знаю, почему. Потому что в ней нет витаминов. А мне никогда их не было. А я догадался, я догадался. Потому верблюд не ест вату, что не всегда бывает в аптеках. Вот и неверно. Вот и не. Вчера выбросили. А верблюд не знал. Ну, так почему верблюд не ест вату? Ну, да. Да просто не хочет. А-а-а. Вася, в высочестве теперь будет следующая загадочка. Что такое? Начинается на Э, кончается на Х. На Х? Я сразу догадался. Ведь это же очень просто. Ну, давай. Вот, доложка. Это будет Э. Эх, дороги. Да ничего подобного. Панталоша, а может быть, это не дороги. Это же ясно. Может, это будет Эхали мы, Эхали, всё. Нет, не более. Да никуда мы не ехали. А ты знаешь, старик. Ну, ничего не знает. Ну, что ты к нему привязался? Он же на пенсию выиграл. Ну, что такое будет? Значит, начинается на Э. На Э, да. Начинается на Э, кончается на Х. Это будет домашнее животное эндюх. А-а-а. Вот. И теперь будет следующая загадочка. И это будет очень сложная загадочка, ваша высотества. Значит так, что это такое ни пуха, ни пера? Я догадываюсь, Панталошечка. Правильно, но неверно. А ты знаешь Бригела? Я? Не. Знаю, но не скажу. А ты знаешь, старик? Я, наверное, что он знает, не богу. Нашел, у кого спрашивают. Ну, так что же будет ни пуха, ни пера? Ни пуха, ни пера. Это будет раскладушка. А-а-а. Тебе, Панталошка, в угаданьке играть. Знаешь эту игру? Ну, угаданька, угаданька, интересная игра. Ну, у тебя есть еще. И последняя загадочка. Она очень простенькая, но правда она... Будь здоров. Нет, это я оговорился. Она очень простенькая, но правда она психологическая загадочка. Что такое? Четыре ноги, хвост, мышей ловит и мяукает ужасно. Он никогда не догадается. Никто, никто никогда не догадается. И мяукает. Да. Четыре ноги. Да. По-моему, это будите домашнее животное кошка. Ха-ха-ха. Я сам думал, что кошка, оказывается, кот. А-а-а. Но тут принц Скалов прерывает министров. Зачем старание? Напрасно все. Иль турандот, иль смерть. Пускай войдет принцесса, и пусть она убьется новой жертвой. О, ну мы вечные, мне просветите разум. Пусть вид ее меня не поколеблет. Диван священный, мудрецы и судьи моих отгадок и моей судьбы. Явите милость к слепому от любви, которой сам не знает, где он, что он. И летит к своей судьбе, влекомой силой тайной. Принцесса Турандот и... Появляется свита Турандот, рабыни. Они молоды, скромны и очаровательны. А невероятно так пленительно, потому что, хотя они и сказочны, но вполне современные. Зелима и Адельма, ближайшие на перстнице принцессы. А вот и сама принцесса Турандот. Легкая, стремительная, она под вуалью. Так надо. Пока. Изящный поклон в зал. Приветствую мудрецам. Глубокый реверанс перед императором. Турандот занимает место на троне. С одной стороны Зелима, с другой Адельма. Рабыни у подножья трона. Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить? Вот он. Какой красивый, 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 красивый. О, небо! Ни один из смельчаков, являвшихся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне Зелима. О, небо! Это он, тот, кто в одежде жалкого раба, работал при дворе у Харасан, когда был жив отец мой Кейкобат. И так он принц. Я чувствовала это, и сердце отдала ему. Дайте легкие ему загадки. Перестаньте быть жестокой. Как? А честь моя? О, принц! От гибельной попытки откажитесь. Я не жестока. Нет, известно не был, что слух об этом ложь, но я отдаю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. Чтобы защитить себя и быть свободной, готова сделать все, что я могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна быть доступна каждому? Что заставляет вас меня жестокой делать против воли, принц? Если вас можно убедить мольбами, я унижусь до мольбы. Избавьте же меня от злого долга, загадывать загадки. Узнайте, о, Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотни тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаку. Дайте легкие ему загадки. Перестаньте быть жестокой. Вот, Турандот, про вашу славу вспомните. Готовься же несносный к испытанию. Так пусть же будет роковой декрет, прочитан здесь публично в устрашении. Получай. Слуги выносят написанный на большом полотнище декрет. Вот он. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот в супруге. Но прежде он средь мудрецов дивана обязан три загадки разгадать самой принцессе. Если разрешит, станет мужем ей. Но если он окажется к решению не способен, то будет сдан немедля палачу. И палачом да будет обезглавлен. Унесите декрет. Пожалуйста. Мучительный закон. Тебя исполнить я перед лицом Конфуция. Клянусь. Энь, твей, дли. Энь, твей, дли. Скажи мне, чурестранец, что такое? Я скорчился в сухом полене. Я скорчился в сухом полене. Жду, чтоб пришла моя пора. Жду, чтоб пришла моя пора. И первое мое явление И первое мое явление При первом стуке топора. При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и завьюсь. Подуй, завяну и завьюсь. Но если дует сильный ветер, но если дует сильный ветер, я вырастаю до небес. Я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за диво, что за бед. Так, 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 Я был бы счастлив, гордая принцесса, если б загадки все были так же легкие. Ты хочешь, чтобы я ответил, что ты за бес, как звать тебя? Когда подует сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя. Но раньше, мал, ты ничтожен, ползешь и шепчешь, только тронь. Но я подул еще. И что же? Загадка решена. Огонь! 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 Оно милостиво будьте! О, небо не давай ему догадки! Отгадая, кто я такая, мчусь за тридевять земель, целый мир пересекая, отыщу любую цель. Я лечу сплошь океаны, где-то вспыхнув, прозвеня, и не в силах ураганы тайну вырвут у меня, тайну вырвут у меня. Чтоб свершить переселение, чтобы свершить переселение, из Москвы сюда в наш край, из Москвы сюда в наш край, мне достаточно мгновенья. Мне достаточно мгновенья. У них не принц. И отвечай. За тридевять земель мчишь мир, пересекая. Найдешь любую цель, так кто же ты такая? Не знай, не знай, не знай. Летишь без крыл звеня, за морем, за горами. Теперь поздравь меня с отгадкой в телеграмме. Телеграмму! Телеграмма! 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 Глупной! Глупец несчастный! Когда в загадкой ты кончишь испытание? Чем больше ты стремишься превзойти меня? Увы мне, я его теряю. Тем больше мною ненавидим. Отсюда ты не видишь. Брат мой спит, когда услышу, что он поднял бубен свой. Я плясать к тебе на крышу, прилечу вниз головой. Я могу быть светлой искрой и стрелой, и стрелой, и смертью быстрой всех сильней и всех страшней. так смотришь так смотришь и не бледнешь. Турандот срывает с себя вуаль. Калов падает, сраженный о красотой. Общее замешательство. Но вот принц обретает дар слова. Турандот, о Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я не побежден. Диан, только брат твой загрохочет и поднимет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь светлой искрой, будь стрелой смертельной быстрой. Не боюсь тебя моя грозовая молния. Молния! 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 Теперь Турандот в обмороке. Рабыни пытаются привести ее в чувство. Мудрецы в восторге. Восхищенные умом и мужеством калов, они бросаются к нему, поднимают на руки, начинают качать. Внезапно принцесса приходит в себя. Отец мой, заклинаю вас любовью ко мне. И если дорога моя вам жизнь, назначьте новый день для новых испытаний. Никаких испытаний! за мной поедини. Стань сердцем моего тирана жестокой, а вас, мой государь, прошу и отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, когда она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание. Никаких испытаний! В храм пусть в храм идут, но там, на алтаре, начальник, горе ваша дочь умрет. Умрет! Молю вас, государь! И вы, принцесса, окажите милость, пусть в новый день здесь соберут диван, и непокорному уму я сам здесь предложу свою загадку. И вот она, чей сын, и как по имени зовется несчастный князь, который должен был просить, как нищий корку хлеба, и чтобы жизнь свою поддерживать, носил мешки за плату низкую. И только он достиг предела счастья, о каком не мыслил, как снова стал несчастнее, чем был. Пусть завтра здесь перед лицом дивана жестокая душа найдет отгадку и скажет имя сына и отца. Чужестранец, я условия принимаю вновь опасность. О, новая надежда. Неразумный, что требуешь? Да разве ты не знаешь, каков в ней ум? Хорошо, готов вам уступить еще в последний раз. Да ты что делаешь? я не потерплю трагедий новых, хотя бы она загадку отгадала, он не умрет и он уйдет живым. Иди за мной, несчастный, неразумный. Да трагедий Ам трагедий Итак, дорогие друзья, второй акт нашего спектакля. Покои принцессы Турандот. В полутемный зал быстро входит Адельма. Теперь или никогда уже пять лет, как я скрываю в груди смертельный яд, я притворяюсь, что я смирилась. Да 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 и что я люблю ее надменную. Во мне кровь царская и Турандот ничем меня не превышает, и я могла бы трон занять. Мне стыдно быть униженной рабой, притворство не по силам больше мне. Я вся измучена и истерзана. Я таю, как снег пред солнцем. Воск перед огнем. Скажите, кто бы мог узнать во мне Адельму прежнюю? Никто? Никто, но я уже решила сегодня сделать все, на что способна. Победа или смерть. он ненавистная твоим не будет. Она идет сюда. Она подходит. Послушаем, что будет говорить. Принцесса Турандот, вся свита, слуги, рабыни сейчас занята лишь одним. Как разгадать загадку принца Каллова? Чей сын? И как по имени зовется несчастный принц, который должен... Перестаньте. Идем зелима. Как по имени зовется несчастный чей сын? Чей сын? Как по имени зовется несчастный принц, который должен у нас из мешки просить, как нищий корху. Хуже бы чей сын, как по имени зовется несчастный принц, который должен... Неужто только ненависть и злобу он мог в вас возбудить? Такой красавец, так влюбленный. Не мучь меня зелима и без того мне стыдно признаться, что он стал причиной чувств раньше мне незнакомый. Нет, 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 я его ненавижу. Он встыд меня поверг перед диваном. Теперь по всей стране и за пределами узнают, что случилось. Над моим невежеством смеяться станут. Завтра утром опять сойдутся в зале мудрецы и если я не в силах буду разгадать загадку трудную, которую он задал, отец велит немедленно вести нас к храм, соединить нас к бракам. что этот принц он самый есть я это догадалась но как узнать отца и сына и имя когда его не знает даже хам и разрешить ему скрывать его прозвание до конца борьбы Ну как мне разгадать загадку эту? Что делать? Невозможно. У нас в столице есть каббалисты и маги, способные на всё. Вы обратитесь к ним. Как ты глупа, Злима. Они обманщики, и я не верю им. И верить может им одно простонародие. Скажи ещё мне что-нибудь. О, вспомните, принцесса, Как он стоял пред вами, прекрасный пыль. Как трогательны были его мольбы и жалобы, Когда забытым всё. За вас молил он на коленях хана, За вас, которая так бессердечно с ним пошлась. И был готов опять рискнуть Своей с трудом спасённой жизнью. Довольно! Замолчи! Узнай, Что это сердце! Нет, я его ненавижу. Я не могу себе представить, Что могу я стать рабой мужчины. Вы слишком молоды, принцесса, И говорят, в вас гордость и упрямство. А как настанет возраст несчастливый, Поклонники исчезнут, Вот тогда наступит час Напрасных сожалений. Что вы теряете? Какую-то там честь, Какую-то надуманную славу. Прости меня, Зелима! Адельма? Но идеи низкорождённого не могут быть иными. Адельма? Да, принцесса, это я. Прогуливаясь здесь неподалёку, Невольно я слыхала последние из Лимины слова. Я так люблю принцессу! Я была возмущена! Ты плохо понимаешь, Что принцесса, Которая была побеждена Перед лицом высокого дивана, Каким-то неизвестным, Должна испытывать и стыд, И огорчение. Так презирала она мужчин, Глумилась так над ними, И ей рабой стать одного из них. Апропо, Я лично слышала, Как тысячи мужчин С нескрытой радостью Подшучивали злобно Над вашими загадками, Как будто загадки были глупы И смешны. Что делать ей, скажи, Когда её рассудку вопреки И против воли Стремятся выдать замуж? Молчи, Адельма, Не разжигай во мне этой злобы. Мне счастье большое Выйти замуж. Ах, замолчи! Ты просто не способна Понять величье сердца. Не излезьте, я это говорю, И не пустяк, Что завтра Перед народом, Перед диваном Всем она обязана Двоими не назвать. А если ей придётся Отвечать незнанием Или признанием откровенным В своём бессилии Разрешить загадку, Как быть тогда? Заранее я слышу Гул тысячи насмешек, Издевательство толпы народной, Как будто бы она... Бездарная комическая дива, Ошибкой вызвавшая смех. Знай, Адельма, Я уже решила, Что если завтра утром Не смогу назвать имён, То там же, среди храма, Пронжу кинжалом в грудь. Принцесса нет! Решить загадку нам необходимо При помощи науки Или даже путём обмана. Адельма вас гораздо больше любит. Пускай она вам помогает. Да-да, Адельма, Ты мне должна помочь. Но как могу узнать Отца и сына имя, Когда не знаю как, Когда, Откуда он к нам явился? Постойте. Сам в диване он нам сказал, Что здесь в столице Есть его знакомый. Его нам надо разыскать. Хотя бы вверх дном Пришлось поставить город. Не пожалеть лишь золото. Бери всё золото. Жалеть мне нечего. Я знать должна. А как потом? Узнавши даже скрыть, Что вы обязаны победой Не себе и своему уму, А подкупу. Кто ж выдаст нас? Нет, Иль. Ну, это слишком. Узнайте же, принцесса. Мне так хотелось убедить вас Дать своё согласие И стать женой того, Кто вас достоин, Нежен, Кто вас любит. Мне было жаль его. Ну, а теперь Мне всё равно. Узнай, Адельма, Здесь была Скирина, Мать моя. Она сказала мне, Что этот принц В её гостинице остановился. И что Гасан, Мой отчим, Обожает его И с ним знаком. Гасан. Я мать свою просила Узнать мне имя принца. И она сказать по правде обещала. Теперь принцесса Может сомневаться В моей любви И верности. Не уходи, Дай обнять тебя. Ах, Турандот, Она глупа. Ведь глупо же надеется, Что добровольно Гасан откроет тайну, Зная, как важна она. И если вам угодно Любви моей поверить, Я могу вам дать совет. Да-да. Не здесь. В укромном месте. Хорошо. Идём, Лима. Опыт, крепи меня, любовь, Могучая, Ты сокрушаешь всё. Так помоги же мне разбить, А кубы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На одной из площадей столицы беседует принц Калов и Барах. Но если наши имена, моё отца, во всей столице знаешь ты один, если наше царство так далёко и прошла молва о нашей смерти, и я уж десять лет скитаюсь, значит, нам нечего бояться. И всё же вы неосторожны, князь. Несчастье вашему невозможного бояться нужно. И стены, и деревья, и предметы имеют уши. Раз идёт вопрос о том, чтобы несчастного добить, всё будет против вас? Нет, Барах. Я не могу спокойным быть. Нам удалось побить на состязании одну из самых умных, прекрасных женщин. Вместе с ней мы победили одно из самых сильных царств. И вдруг затем по слабости сердечной всё пропало. Не мерей, Барах, нежную любовь аршином интереса. Ты не видал отчаяния и гнева, Турандот, а в ней вся жизнь моя. А вы, как сын, должны бы больше думать не о ней уж, побеждённой вами, а о своих родителях, которые в горести и нищете оставили в берласе. Не упрекай меня, я так хотел её утешить. Быть может, мой поступок ей по сердцу пришёлся, может быть, в ней искра благодарности проснулась. Ко, в Турандот? Ха-ха! Какое заблуждение! Мне нечего бояться, Барах. Ты меня не выдашь. Говорил ли ты своей жене, кто я? Конечно, нет. Послушен, Барах, приказанием вашим. Но у меня предчувствие дурного. Я весь дрожу, не знаю почему. Паде, висотчество! Паде, висотчество! Папа, здравствуйте, Вася, высочество! А я как раз хотел с вами обеседовать. Здравствуй, Тарталья. Вася, 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 висотчество, здорово! Здравствуй, Бандалоша. Тарталья прячется. Однако панталоны замечают его. О, что? Чего? По-моему, здесь есть кто-то, кроме меня. По-моему, кроме меня кто-то есть здесь. Что? Чего? Они начинают искать друг друга. Калла Фабара с любопытством наблюдают эту сцену. Я сейчас его подлавлю. Я его сейчас подлавлю. Наконец панталоны видят Тарталью, тихо к нему подкрадывается, и в этот момент Тарталья резко нагибается. Панталоны, боясь быть обнаруженным, прыгает ему на спину. Ой, ой, а почему же это? Никого нет. А почему же это у меня в спину вступило? Да это у тебя, наверное, ридикулит. Да? Ты думаешь? Ну, конечно. Ты знаешь, я тоже один раз так согнулся, а потом и все, привет, больше не мог разогнуться. Ну, знаешь, я тебе скажу, ты это дело не запускай, Тарталья. Это лисица, лисица надо. Да? Угу. Ну, ты мне лучше скажи прямо, зачем ты сюда пришел? Ну, скажи я теперь, ну, скажи я теперь скажу прямо, тогда я теперь не спереди, не сзади не могу выпрямиться. Я тебе сейчас дам одно неапатическое лекарство. Ну, на-ка, ся, укуси. А разве? Неапатическое через ноздрю принимают, да? Оп. Ну, постой, я тебе сейчас распрямлю. Оп. Смотри, правда, как рукой сняло. А, а я знаю, зачем ты, сударь, пришел. Нет, не знаю. Нет, знаю. Нет, не знаешь. Ты, не боюсь, хочешь узнать имя принца? О-о-о-о, фанталожка. Ну, как же ты мог обо мне так подумать, а? Как ты только... Как ты только... А как ты догадался? А-а-а, я, не боюсь, тоже хочу узнать имя принца. Да? Ну, конечно. Ну, только у меня, значит, значит, Арталь, у меня план есть. А средство, красавчик Лефле... Давай я скажу. Давай. А средство, красавчик Лефле... О, этого у меня нету. Да? А вот у меня, пожалуй, уже плана никакого. Зато средство, красавчик... Да, ну, давай, давай я скажу. Давай я. Красавчик Лефле... Во, есть. О, ну и хорошо. Ну вот тогда, если у нас есть и план, и средства к осуществлению... Сейчас. Если у нас есть и план, и средства для осуществлению... Давай я скажу. И средства к осуществлению... О, давай. О, мальчик, вот ты музыкант. Вот давай ты скажи. Мальчик в оркестре, вот с бантиком, ну скажи ты. Осуществление. Хорошо. Хорошо сказал. Смотри, пожалуйста. А ты давно репетируешь, да? Нет. Ну молодец, только тихо. Ну что ж ты так робеешь? Ты ведь всё равно в оркестровой яме сидишь-то бесплатно. Ну скажи уж погромче. Так, чтобы все слышали, кто сегодня билеты за деньги купил. Ну давай, работай, давай. Ощуществление. Не получилось. Вот, видишь, это не так. Ну, Таталья, тогда давай действовать сообща. На двоих, да? На двоих. Хорошо. Только поставь, 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 у меня, знаешь, одна нога не работает. А ты что, Панталыш, опять не можешь стартовать, да? Ну да, я тебе подтолкну. Вот, сам, сам побежал, сам побежал. Он спотыкнулся. Прикрывшись зонтиком, на площадь по-пластунски вползает Бригелло. С противоположной стороны появляется несколько легкомысленно настроенная Труфальдино. Из-под зонта раздаётся свист. Никого нет. Слушай, Труфальдино, мы должны узнать имя принца. Так, зови скорее сюда Тарталии Панталону. Действуй. Ясно. Вот в этой моей голове. Кто стучит? Кто, кто стучит? Я говорю, вот в моей голове. Кто опять стучит? Я говорю, вот в этой вот моей голове есть чем сбить с толку их высочества. Ну, пошли, пошли. Ну, подождите. Иди сюда. Ну, а Кубин, пошли. Мне все болит. Тихо, Бригелло, Бригелло. Нас вызывает на конференцию. Ну, какая-то, может быть, конференция. Ну, а когда же я тогда буду уроки учить? Вот поэтому я и двойки приношу. Это же двойки. Вообще, Панталоша, по-моему, Бригелло в последнее время очень много об себе стал воображать. По-моему, тоже. Тихо. Идите сюда. Идите сюда. Идите ко мне. Так, давайте, давайте, давайте. Подумаем, что нам делать. Что мы думаем? А я не знаю, что нам делать. А я не знаю, что нам делать. Труфальдино, давай иди. Иди, 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 иди. Надев платочек, Труфальдино мгновенно перевоплощается в девочку. Он подходит к лановому. Простите, к принцу Каллофу. Ваше высочество. Я слушаю. Вот вы знаете, я ваш давнишний поклонец. Да, я видела все-все фильмы с вашим участием. И коллеги, и иду на грозу, и война, и мир, и рваные паруса. Не-не-не, алые паруса. Ах, пардон, пардон, алые паруса. Ах, как это прекрасно. Это прекрасно. Это прекрасно. Это, значит, бог, как это вонит. Это нужно все. Душенька, душенька, подпишите мне вашу фотографию, которую я ношу возле самого сердца. Это, пожалуйста, вам ручка. Пишет. Пишет, 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 пишет. Нет, не пишет. Не пишет. Да, а вчера только из ремонта. Да. Ну-ка, ну-ка, что делать? У меня, у меня, у меня, у меня есть идея. У меня есть идея. Слушай, слушай, Тарташка, принц головой рискует. Оказывается, Труфальдина, принц-то головой рискует. Панталоша, оказывается, принц головой рискует. Эх, товарищи радиоуслушатели, оказывается, принц лановой флиртует. Ой, Панталоша, мне все плохо со слухом стало. Слушай, Тарташка, принц головой рискует, рискует, а я его уговорю застраховать голову. А для этого он должен будет заполнить анкету. Труфальдинушка, оказывается, он должен заполнить анкету. Панталоша, оказывается, он должен заполнить анкету. Ой, оказывается, мы пойдем на банкету. Труфальдинушка, старый ты какой стал. Слушай, Вася, Вася, Высощество. Да, Бригела? Ну-ка, подойди сюда. Я слушаю. Вы головой рискуете, рискуете. А почему бы вам ее не застраховать? Вы потеряете голову, а вместо нее на руки получите 2 рубля 87 копеек. А для этого нужно только заполнить анкетку. Ваша фамилия? Как? Что? Простите? Молчит. Да, бурные аплодисменты, переходящие в авиацию. Ну, что будем делать? А, я знаю, что надо сделать. Нужно еть тело принца подпоить. Я пойду в гастроном, ладно? Правильно, правильно. Я пошел в гастроном. Правильно, его Высощество захмелеет и тут же проговорится. Ну, Вася, 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 Вася. Я слушаю. Мы решили, в вашу честь, устроить такой, знаете, небольшой кок-кок. Кок-кок-кок. Такой, знаете, небольшой кок-кок-кок-кок. Ой, ребята, я, кажется, не сус. Ой, ой. Ребятки, я еще раз попробую с разбегу, ладно? Ну, давай. Кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок. Труфальдиночка, у вас штопор. Отштопоривайте, пожалуйста. Разбирайте, пожалуйста, бокалы. Ну, погодите, отдыхайте. Ну, погодайте. Ну, что вы на самом деле, как в молодежном кафе. Что, вы не можете это сделать поинтеллигентнее, да? Ну, плесни-ка мне, Труфальдино, пожалуйста. И мне, Труфальдиночка. И мне, скажи. Вас, господинство, я давно хотел выпить с вами на бутерброд. Да нет. А мой бутерброд, что ты говоришь? Ой, ох, простите, я оговорился. Ну, я же могу оговориться? Ах, я вспомнил, как это правильно говорить слово. На брудер штраф. Ого, поехали. Ну, поехали. Так, вот. А что? Что это такое? Ой, Тарталин, что это за гадость, а? Какая-то гадость. Это же, это же рыбий жир. А вы знаете, я его пью шестимесячного возраста. И, как видите, костюмчик еще не перешивал. Ну, распробуй. Прични. Еще по одной. Вася, 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 Вася Высочица. Да, панталоны? Ну, а ты знаешь, действительно очень неудобно получается. Вот мы за тебя пьем, и даже неизвестно, за кого мы пьем. Как будет твоя фамилия? Молчит. 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 Выпьем, выпьем. Ой, косточечка попалась. Я-я-я. Товарищи, панталоны! Слушай, мою команду. Подушили ангуструйся. Ты что, с ума сошел, что ли, Тартеля? Меня же зовут тебя панталонне. Мне панталонне одно. То есть и нет, это панталонна одна. А, нет, нет, нет. Это мне же зовут тебя панталон. Один панталон. Да нет, старики, вы невежно распрягаете. Правильно, нужно сказать так. Одни панталоны, потому что вас уже двое. Панталон, панталон. Их-то уже четверо, смотри. Сруфандинки и бригелки. Их тоже уже четверо. Так мы беспрерывно размножаемся. Как из икры. Друзья мои, Глентика, а у нас уже целый аквариум. А мы не можем узнать имя какого-то там принципа. Действительно. А вот мы сейчас выпьем по рюмочке в последний раз. И уж тут наверняка проговорится. Ну, дай бог, не посидим. Друзья мои, я кое-что придумал. Я пошел. Пошел я. Ну, куда ты пошел? Сруфандинь. Я пошел в публику, чтобы взять программку. А зачем? Да вы не бойтесь, не бойтесь. Дайте ему, дайте. Он поиграет и отдаст. Друзья мои, сейчас мы посмотрим по программке, кого играет артист Лыновой. Так. И тогда сразу узнаем имя принца. Давайте программку смотреть. Не так же повернул. Верка, смотря. А-а-а. А-а-а. Вот так. А-а-а. Ай-да. Куда? О-а-а. А-и-да. А-и-да. Ну-ка, ну-ка, Тарталя, почитай. Вот я сначала. С-э-э-э-э-э. С-э-э-э-э. С-э-э-э-э. С-э-э-э-э-э. С-э-э-э-э-э-э-э. Нет, тоже не то. А ну-ка, Панталоши, почитай. Пиня, почитай. Дай мне, дай мне. О. Чаво-чаво-сан. Чаво? Сам. Подожди, Громотеевый. Вот, я прощу сейчас. Рига. Рига. Лето. Регалет. Что-то насчет отпуска. Да нет, друзья мои. Это мы в оперный театр попали. Совсем не туда. Сейчас я все выясню. Вася, Вася, Высочество. Вот признайся нам Семерим. Вы Семерим. Простите, Восьмерим. Где ты работаешь? Слушай, ну что ты кэму привязался? Ну что ты с ним еще разговариваешь? Ты что, не видел, что ли, что он слово выговорит? Он же выговорить и слово не может. А ты что, Бригелла, ты что на меня уставился? А что? Арестовывай его скорее. Кого? Ну кого? Принца вот этого гражданина в желтой баллоне. А вот этого, вот этого в плащ-палатке? А сейчас я. Вася, Высочество. Вы арестованы. Да, арестованы. Следуйте вперед меня. Прощай, мой друг. Увидимся в другой раз. Будь осторожен. А сейчас. Куда? Ой, 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 ой. Куда пошел? Бегом. Бегом бегом. Ой, Бригелла, что ты наделал? Зачем ты его отпустил? Ну что, ну он дойдет, он дойдет. Я ведь дошел, и он дойдет. Ну кто тебя обидел, Тартанья? Ну ты чего? Тарташка, ну не знай. Если б вы знали. Что? Что случилось-то? Ты тебя уревешь. Друзья мои, если б вы только знали. Ну что, скажи, что. Если б знали вы, как мы недороги Не сказала нам их высочества Про свое житье, бытие Не назвала нам имя, отчество И свое фамилию Не назвала нам имя, отчество И свое фамилию Барах остался один Да поможет небо неосторожному А я, конечно, не выдам тайны Появляется хан Тимур, отец Каллафа Он очень величественный, очень старый, судя по белой бороде Из махрового полотенца Говори мне, мой сын, он арестован Традиционный поклон публики Этот злой тиран, султан Хивинской, дерзкий узурпатор моей короны Властен даже здесь Тогда умрем мы оба Каллаф 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 Молчи, старик! Или умрешь на месте? Кто ты такой? Откуда? Как узнал ты имя юноши? О, боже! Барра! Как ты здесь, в столице? Как ты смел поднять оружие на монарха своего В несчастье павшего? Ты против сына? Так значит, ты, Тимур! Да это я, предатель! Ну что ж, ударь и сократи мне жизнь Я жил достаточно Пережить неблагодарность преданных министров мне Ради низких выгод изменивших Узнать, что милый сын попал во власть Хивинского тирана Тяжело мне Мой государь! Да, узнаю теперь О, государь мой! Вы меня простите Поступок мой любовью был к вам вызван И если сын вам дорог Не называйте по имени ни сына, ни себя И я не парок здесь Я здесь Касан Надеюсь, что никто не слышал нас А где ж супруга ваша? Здесь, в столице? О, дорогой жене, не вспоминай Вберлась и там, в убежище для нищих Покорной судьбе с мечтой о сыне И с именем любимца на устах Склонив свое чело на эту грудь усталую Меня же утешая Она скончалась, бедная душа О, бедная царица! Я тотчас спустился по следам любезнейшего сына След его меня сюда привел И, едва прибыв, я вижу сына моего под стражем Уйдемте, государь, и не тревожьтесь о вашем сыне Завтра, может быть, он счастлив будет Вместе с ним и вы счастливым станете Но только вы должны скрывать свое и сына имя И я не барок здесь Я здесь Гасан Гасан, ну что скажи за тайны Все, я вам открою, как только мы уйдем отсюда Ну расскажи А здесь нельзя Ну что я вижу Скирина и выходит из гарема Откуда ты? Зачем? Сыра ли я была у дочки Как же радовались мы злимой Что победил наш чудный гость Тот юноша прекрасный Так же любопытно нам было посмотреть Как эта ненавистница мужчин Изволит держать себя невестой Ты всего еще не знаешь И идешь в гарем Болтливая сорока Я тебя искал повсюду, чтобы запретить тебе болтать в гареме Но на горе мудрейшие из замыслов мужчин Всегда на деле отстают во времени От глупых бабьих планов Что ж ты болтала? Я боюсь, что ты в чрезмерной радости призналась Что неизвестный принц гостит у нас Что муж твой принца знает Очень любит Ну, говорила, да? А если бы сказала? Что здесь плохого? Если бы сказала? Нет, ты признайся Рассказала, да? Да, я сказала Она меня узнать просила имя принца И я сказать по правде обещала О, я несчастный Я погиб Бежим Бежим отсюда Ну, расскажи Бежим скорее Поздно Вон, евнухи, жестокий турандот Жена, беги скорее И возьми с собой вот этого несчастного И скройся живо Мне поздно уж бежать Но что за тайны? Расскажи Уста замкните Пусть из ваших уст не выйдет ваше имя Ты, жена, скорее вместе с этим старцем Живо скройся Но не в своей гостинице В другом укромном месте И сидите там до половины завтрашнего дня Мой муж А ты не с нами почему? Ступайте же скорее Ну, почему же ты не с нами? Бежимте вместе Поздно Эй, стража Я здесь Поешь? Ага, поешь Хорошо поешь Где-то сядешь Вы исти Гасана? Я Гасан Гасан Это уже подозрительно А это кто с тобой? Это я Старик А это кто? Дама Кто это дама, Гасан? Госпожа твоя меня искать велела Брось старика и эту даму И пойдем Нехорошо бросаться собственной женой Эй, стража Кандалы готовы? Готовы Связать Крепко связаны Крепко А-ле! Итак Пока что никому не удалось узнать имя загадочного принца Ночь В одном из залов близ Сираля Заточен Калов Ему не спится Он шагает из угла в угол За принцем наблюдает стерегущего Бригелла Ой, ваше высочество Вы Вы раз триста мимо меня продефилировали О! Уж третий час, мой князь Мне солнце мыкает в веки И вам не худо поддохнуть Ты прав Но думы скорбные мне не дают покоя А ты ступай, усни Два слова, князь Да? Почудится, быть может, вам кое-что Или привидится Вы будьте настороже Я вас предупредил Почудится? Привидится? Всырались здесь? Запрещено под страхом смерти сюда Кого бы то ни было пускать Ускать Кать Кать Ать Мягкий знак Будь орибой Я намекаю лишь на любопытство Которое сни дает всех узнать Кто вы И может так случиться Что в скважину замочную Пролезет к вам фея Дух Или ведьма Или еще хуже Шпион Или диверсант С намерением, чтоб выпытать А, намек вам мой Понятен? Нет Ну, понятен намек мой Я понял Спокойно будь Я буду осторожен Да, надо бы прибавить Я же давно из королевства, Бригел Ну, ладно Ну, сохранят вас боги А так же и тебя, Бригел Хорошо бы Бригел Что ты присел? Нет, нет Это у меня производственная гимнастика Закаляйся Если бочек и кров По сторонам Забросил в душ он подозрение мне Кто ж нападением мне здесь грозит Ни за горами утра Ни долго мне лежать на ложе пыток Попробую я сон к себе сманить Чтоб веки мне усталые Смежил Появляется Скирина Переодетая в костюм стражника Мой господин Ой, как сильно сердце бьется Ты кто? Зачем? Не узнаете вы меня Скирина я Жена Гасана Я пробралась сюда Секретными путями Переодевшись стражником Кто-то турандот сказал Что муж мой Раньше вас знавал Она велела привезти в горе И ваше имя вырвать силой Мой бедный друг Я больше вам скажу Ваш отец ко мне приехал Мой отец? Да, он теперь здавец Он вашей матушке лишился Мать моя Еще должна я вам сказать Знает ваш отец Что вы садитесь под стражей Он теперь боится, плачет Даже он хотел явиться к турандот И ей открыться Хочу, кричит я, сыном умереть Что? Хочу, кричит я, сыном умереть Его одним сдержало обещание От вас ему записку принести Написанную вашей рукой И с вашей подписью Здесь мой отец А мать скончалась Меня обманываешь ты, Скирина Если я солгала Пускай бергенгудин Спалит меня огнем Он мой отец несчастный Вы поторопитесь На случай, если не найдется под рукой Я принесла перо, чернил, бумагу Все приготовила Пускай старик получит строчку С подписью Что сын его безопасности Накануне счастья Давай сюда дощечку И подпись Нет, постой Ты, кажется, имеешь дочь в Сырале Ну так что же? Ступай к отцу, Скирина И скажи, что пусть он явится без страха к хану Ему откроется чистосердечно И буду я доволен тем Как вы не будете писать Одно лишь слово Подписью Нет, лишь завтра все узнают, кто я Но я дивлюсь Жена Гасана пытается меня предать Я предаю? Ну не ждала я, что после таких трудов и риска Меня же начнут корить, что предаю И Тра, Адельма Но не просто и этот Я удалю и передам, что вы сказали Так прав бы Ригела был насчет видений Но поклялась она здесь, мой отец А мать скончалась И еще одно видение Послушаем оно, что станет говорить Калов притворяется спящим Над ним склоняется Зелима Как он прекрасен И как сладко спит Я, князь, служанка Турандот Зелима Я принесла вам радостную весть Хвала богам Пора б добру явиться Но я себя надеждою не тешу Бесчувственно я знаю Турандот И все ж вы сердце гордое ее смягчить сумели Вы первый Вы один Хоть и твердит она, что ненавидит Но знаю я, что любит вас она Пускай сквозь землю провалюсь к лгу Ну хорошо, я верю Дальше что? Признаться я, князь, должна В отчаянии готова принцесса впасть Поняв, что не под силу Взяла задачу на себя Ужасно ведь для гордости ее Что после всех побед Придется ей униженной И посрамленной быть при всем диване И мысль об этом ее гнетет ужасно Пускай сквозь землю провалюсь к лгу Не накликай столь страшной кары Верю Ступай, скажи принцессе Что ей выйти из борьбы легко со славой Если она научится повиноваться сердцу Докажет всем, что чувствовать способно Не с этой доброй вестью ты пришла ко мне злима Нет Не так-то просто покорить нас Прошу внимания Я слушаю Принцесса умоляет ей мина открыть В остальном довериться ее великодушью Ей надо гордость свою спасти И не быть униженной при всем диване Тогда она сама сойдет к вам в трону И осчастливает вас по доброй воле Решайте, князь Опасности тут нет По доброй воле, а не по принуждению Вам сердце гордое отдаст А эту речь злима не скрипела Обычным заключением Каким? Пусть я сквозь землю провалюсь Кали лгу Я лгу, по-вашему? Уверен в том И твоего совета я не приму Отправляйся к своей принцессе И скажи ей Что слава моя и гордость В ее любви Так пусть простит отказ Моей любви горячей Вы, князь, подумали Во что вам может Горячность ваша обойтись Пусть стоит хоть жизнь мне Так ничего вы мне не сообщите Не сообщу Даром потратила и труд И время Прощайте, князь Скроетесь, смешные привидения Но поклялась она В столице мой отец А мать скончала Но мужество Уже недолго ждать Решения судьбы И надо мною Бог сна уж веет Легкими крылами Чья-то темная фигура метнулась от стены к стене Приблизилась к ложу Каллафа Это княжна Адельма Желанный миг О, вожделенный час Любовь Ты до сих пор мне помогала Вливала мужество и силу в душу Вложишь в уста мне пламенные речи И помоги И помоги Влюбленно и страстно Победу одержать Возлюбленный мой Спит Кто сон мой нарушает Видение новое Исчезни, призрак Не бойтесь Садитесь Слушайте Кто я по-вашему? Скажите мне Ваш величавый стан И вся осанка Невольно и внушает уважение По платью же передо мной Рабыни, которую в диване видел я И пожалел Пять лет назад Еще любимицей судьбы Впервые вас увидала, князь Видишь Говори мне, ты знаешь Видал меня когда-нибудь ты раньше О, боги Возможно ли, Адельма, вы Да, я дочь хана Харасанского Для трона я рождена была Рабыней стала Княжну дочь ханскую Рабыней вижу Теперь вы знаете меня Княжне и ханской дочери Должны вы верить Да говорите же, Адельма Узнаете же Но нет Подумайте вы, что я вас обмануть хочу Как те рабыни продажные Вы мучите меня Я заклинаю вас сказать мне прямо В чем можете вы обвинить ее Владычицу моей несчастной жизни Жестокая, коварная принцесса Не постыдилась приказать Убить вас завтра Вот вам богиня ваша Как только завтра сделаете Вы шаг отсюда Вас тотчас же пронзят Десятками кинжалов Бесчеловечная так приказала Я стражу позову Предупрежу Бригелу О, наивный несчастный Вы не знаете, где вы Опутаны кругом выгнусной сетью Та стража самая Который хан вас поручил оберегать Принцессы подкуплена Чтоб умертвить вас завтра О, мой отец несчастный Хан Тимур Тимур, отец Погибнуть должен твой Калав Калав Судьба жестокая Тимура, сын Калав Прости о жизни Бороться невозможно С неумолимой судьбой Твой взгляд жестокая Моей убьется кровью Жизнь улетай От смерти От смерти не уйти Я укажу вам путь ее избегнуть Там, в моих краях Сокровище зарытое лежит Нас кони ждут Проводники готовы Бежим из этих стен На них проклятие богов лежит Бежим в берлу Я соберу войска Восстановлю владенья И отдам Тебе Уж петухи поют И во дворце движение началось Заря восходит С собою смерть неся День близок Я страдаю Принц бежим Великодушная княжна Мой друг единственный Как больно мне Что с вами бежать в берлу Принять от вас свободу И вам помочь отцовский трон вернуть Я не могу Что о таком побеге Сказал бы хан И в сердце я своем Княжна неволен Желанной будет Для меня и смерть Когда она мне шлет ее Спешите же Спастись одна И до хранят вас боги Безумец вы Так вы решили твердо Решил остаться здесь Дождаться Смерти Нет Не любовь Удерживает вас Ко мне Презренье Вам смерть желанней Чем побег со мной Так оставайтесь Я рабой останусь Ни свободы Ни счастья Мне не надобно Без вас Посмотрим же Кто смерть Смелее встретит Тимура Сын Кала Прощайте Неизвестный Князь Готовьтесь Князь Диван уже Весь в горе Так вот Кого судьба Орудием избрала Где твой кинжал Скорей приказ Исполни Какой кинжал Приказано вас Проводить в диван Где все готово Пойдем Я знаю Мне не дойти туда живым Но ты увидишь Сумею ли я Спокойно умереть Что черт возьми Он все о смерти говорит Вот проклятое бабье Ни минуты не дали ему покоя Он сам не свой Я бросил меч Не стану защищаться Пусть донесут жестоко И что охотно Открыл ударом я грудь свою Пойдем Идем В диване Все готово Андрект Третий акт спектакля Принцесса Турандот Зал заседания дивана На троне император Рядом министры Панталоны и тартали У подножья трона Мудрецы Бригела вводит Каллофа Неужто я весь путь прошел благополучно Никто меня не тронул Милый сын Я вижу ты взволнован Я хотел бы тебя веселым видеть Сегодня кончатся твои невзгоды Твоей супругой станет Турандот И вот она ко мне три раза присылала Прося освободить ее от обязательства В диван явиться И от союза брачного Видишь, как долго не идет она А я послал с решительным приказом Немедленно явиться пред диваном А в случае отказа Привести хотя бы силой Вот она Сын мой путь веселей Принцесса Турандот И Согласно ритуала Первыми появляются рабыни Они так же очаровательны и неотразимы Как и в первом акте Но печаль сквозит в каждом их движении Ведь сегодня решается судьба Их гордой и своенравной принцессы А вот и сама Принцесса Турандот Она в трауре Ее фигура выражает Полную покорность судьбе Небрежные приветствия публики Кивок мудрецам Полупоклон императору Принцесса медленно поднимается По ступеням трона Я знаю, чужестранец Что весь вид Моей угрюмой свиты Печаль И знаки траура Тебя, конечно, должны порадовать Готова я к союзу брачному Я печаль Поверь, что я употребила все свое искусство Чтобы отомстить за стыд вчерашнюю Но теперь судьбе я уступить должна О, Турандот Как я хотел бы душу вам открыть И показать, что вашей печалью Омрачена моя живая радость Милый сын Она не заслужила таких смиренных слов Пусть музыка играет веселей Пусть брак священный будет заключен Еще не время Нет прекрасней мести Как притвориться Вселить уверенность, покой и радость в душу Чтоб затем внезапно превратить всю радость в горе Вон из дивана Калов сын Тимура Вот имена, которых ты хотел Ищи жену другую И знай, как Турандот умеет побеждать О, я несчастный О, мандио, как она его отбрила Калов, верь, печаль терзает сердце старое Какой нежданный случай? Зелима, дольше сердца от него не защитить мне Сдайтесь, уступите Жестокая, ты сожалеешь, что не умер тот, кто так тебя любил Но я хочу, чтоб ты и жизнь мою завоевала Вот он, у ног твоих тот Калов Которого ты знаешь, ненавидишь Который презирает землю, небо И на твоих глазах от горя умирает Калов! Что ты? Как? Ты хочешь, Турандот, чтоб жил я без тебя Страдая бесконечно и мучаясь всю жизнь По крайней мере, будь хоть в этом милосердной Позволь мне избежать такого горя Если способна ты на милости здесь, в столице Есть мой отец, Тимур Ты пожалей его А мне позволи покинуть им мир Ты будешь Ты должен для меня Скорей, Зелима, беги ты кузнику его отцу Бегу, бегу! Погибло все, надежды больше нет Узнай! Я победила лишь случайно Сегодня ночью в странном забытии Ты имена открыл моей рабыне Адельми И от нее я их узнала Узнай еще Что доблести твои Твой благородный вид Твоя любовь Нашли Дорогу к сердцу моему Его склонить сумели Живи! Будь справедливо гордым Турандот твоя супруга Ох, вот я страдаю Дочь! Дорогая! Ты искупила все своим порывом Я буду жить О, счастье ты моя Я же говорил, что все будет хорошо Давай попляшем на радость Всеобщая радость безгранична Мудрецы пускаются в пляс Император, обливаясь слезами радости Танцует с панталона и бригелы Рабыни окружают Турандот А сама принцесса А принцесса Находится в объятиях Калуфа Внезапно Появляется Адельма О да Живи жестокой А ты, принцесса Знай, что ненавижу я тебя Что все мои дела Имели целью добиться Чтобы он на мне женился Пять лет назад Еще в моих владеньях Его я полюбила Но слишком он тобою увлечен И все на горе оказалось тщетным И надежды развеялись Как дым Теперь один мне остается путь Я им пойду Я рождена принцессой Стыдно жить мне в Рабстве Как желаю до сих пор Довольно для Адельмы Этих бедствий Пора кончать Пускай со мной погибнет Последний отпрыск Царственного рода И кровь моя досмоет Наконец Позор цепей И тяжесть унижения Вот тот кинжал Который твой супруг Тобой спасенный Для меня оставил Пусть видит весь народ Что я могу разрушить Суши цепи рабства Остановись, Адельма Оставь меня, тиран Пусть ты неблагодарный Дай мне смерть Нет, ты не умрешь Я признаю, что я тебе обязан счастьем Твое предательство на пользу было Клянусь богами Если бы я мог любить другую Моей женой была бы ты Нет, нет Я не достойна твоей руки Адельма Что с тобой? Лишь для него я шла на все Предательница стала Ты отняла его Верни свободу, по крайней мере, мне И я покину город ваш Не делай же жестокости последней Не заставляй меня увидеть вас Тебя и Калопа Соединенных вместе Ревнивые сердца на все Способны На все пойдет В отчаянии душа Помни Там, где Адельма Ты не можешь жить Безопасности Мне жаль ее Адельму бедную О, Ханальтоу О, моя супруга Я вас молю Адельме возвратить ее свободу И я прошу о том же Пусть она уйдет свободной В такой счастливый день Своих щедрот я верить не могу Одной свободы мало Я возвращу Адельме Вновь отнятое царство Молодец, старик Пусть выберет себе супруга Чтоб с ним благоразумно, мудро А не слепо, не дерзостно Страною управлять О, государь мой Слишком смущено раскаянье Несчастная Адельма Моя любовь мешает мне понять И оценить благодеяние ваше Но время просветит усталый ум Теперь же я способна только плакать Нет сил сдержаться Субтитры создавал DimaTorzok Крымур Кано-Страханский Виво! Крымур Кано-Страханский Виво! 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 Успокойся Он будет счастлив, твой Калаф И ты порадуйся Ты снова царь Твоя земля свободна Этот варвар Хивинский хан Жестоко управлял твоей страной И от руки вассалов Не вынесших свирепой тирании Пал мертвым А скипетр державный твой Твоим министром для тебя был сохранен Баррах выносит скипетр Это простая теннисная ракета Тимур целует этот символ власти И начинает ответную речь О-о-о! Дуран-дот! О-о-о! Церковь! Да брось ты плакать! Что, церковь не готов? Готов! Ну, храм, храм, храм! Процессия направляется в храм. Впереди жених и невеста. За ними император со своими верными министрами. А далее рабыни под командой Труфальдино. Труфальдино. Калов преклоняет колени пред алтарем. О, ну, мы вечные! К вам простираю руки! Вам мои восторги! К вам мои благодарения! Верховный жрец начинает обряд венчания. Все актеры выходят на просцениум. Принц Калов жизнь свою не пожалел из-за любви ко мне. Его министр, для счастья господина своего, пошел на смерть. А тот старик несчастный ради сына близко видел смерть. А женщина, которая была мне скорее подругой, чем рабыней, Меня же предавать решилась в течение шести картин. Узнайте же, любезные мужчины, что я вас всех люблю! И вновь взлетают в воздух разноцветные легкие ткани. Актеры снимают театральные костюмы. Плащ Адельма становится обыкновенным шарфом, Одеяние Тимура простой скатертью. И мы опять видим актрис в бальных туалетах, Актеров во фраг. Взявшись за руки, мы покидаем сцену, Посылая прощальные поклоны тем, Кто побывал с нами в чудесном мире театра, В чудесном мире сказки. Представление сказки Карла Гоци Принцесса Турандот ОКОНЧЕНО! 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 Продолжение следует...